Как видно из видеоролика, лого сайта сочетает в себе три элемента и символизирует путь к победе, пройденный нашим народом за 44 дня. Сайт можно назвать виртуальной летописью энциклопедии «Пути азербайджанского народа к победе», к которой он готовился три десятилетия и прошел за 44 дня. Говоря об идее и целях зафер.ас, заместитель заведующего отделом администрации президента по работе с неправительственными организациями и коммуникациями Саадат Юсифова подчеркнула, что эта платформа представляет большое значение с точки зрения увековечения нашей победы. Отмечалось, что за победой последовали военные, политико-дипломатические, а также важные экономические результаты. Было подчеркнуто, что 2020 год стал годом, когда наша славная победа была вписана в историю, а 2021 год – годом признания итогов этой победы мира. Саадат Юсифова сказал, что наша миссия – донести до мира все из первоисточника, без искажений. Председатель правления Центра социальных исследований, председатель комитета Мили Меджлиса Заги Торуч отметил, что информационная платформа зафер.ас открывает большие возможности для объединения творческих сил и энергии миллионов азербайджанцев, превращение каждой страницы 44-дневной священной войны в историю. Создание сотен литературных, художественных, научных работ, написание книг памяти, перенос в каменные летописи реальной истории, повествующей о героизме нашей армии – все это ставит важные задачи перед нынешними и будущими поколениями. Презентовавший сайт представитель сайта asvision.as Sabina Гасанова рассказала об идее и концепции этого электронного ресурса. Портал, включающий в общей сложности 12 разделов, 6000 страниц по 62 подразделам, 7 765 изображений и 757 видео, представляет собой виртуальную хронику 44-дневной отечественной войны Азербайджана. Капитан сил специального назначения газе отечественной войны Василь Делаверзаде отметил, что отражение на страницах сайта информации, связанной с отечественной войной и великим возвращением – это особые и неоценимые события. Продолжение следует...